Приветствую, друзья! Вот смотрите, я вам обещал, что мы будем делать вам подарки к Новому году. Да, и очень многие написали, как это здорово, давно подарков не получали. Но это прекрасно, прекрасно. Подарок – это когда даёшь безвозмездно, радуешь человека, делишься с ним, хочешь, чтобы у него настроение было хорошее. И вот я отдаю такие уникальные вещи, которые много лет я продумывал об этом, и, наконец, придумал, и вот в нескольких роликах я об этом говорил, но сейчас как раз кстати сказать, что вот, например, как рождались приёмы по синхрогимнастике ключ. Как рождались они. Ну вот там же опять классических приёмов, там шалтай-болтай, хлёст, лыжник, которые надо подбирать по критерию максимальной комфортности и красоты, которые хочется продолжать. И когда продолжаешь, ты выходишь на состояние безмятежности, и там такое состояние безвремени, вечности. Ну, когда ты смотришь оттуда с этого нуля на любую проблему свою, в этой глубочайшей задумчивости смотришь, и ты понимаешь, как её решить, потому что ты как бы сверху на неё смотришь. То есть ты касаешься как бы своего самого высшего камертона, кто ты есть на самом деле как творец, человек-творец, и это там самая высота, на которую ты поднимаешься, когда ты выходишь из эмоций. Вышел туда на нуле. Ноль же это состояние безмятежности, это состояние эмоционального дистанцирования. Вот, например, как рождались эти приёмы. Дополнительно к этим пятиклассическим приёмам синхрогимнастики ещё были разные другие приёмы. Например, косить траву, косить траву. Вот, например, это как рождалось. Дело в том, что мне один из участников нашей школы в своё время написал у Льва Толстого про Лёвина. Лёвин косил траву. Вот что писал Лев Толстой и Ваня Карениной. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал, что он делал. Ему становилось легко. И в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как у Тита, который опытный был. Но только что он вспомнил, вспоминал о том, что он делает. Он тоже так, ну, как говорится, фиксировался на том, что он делает. Это я уже добавляю. И начинал стараться, да, и начинал, и становилось всё хуже. Начинал испытывать всю тяжесть труда, и ряд выходил Дурин. Да. Или Дурин, да. И вот ещё другой кусок. Чем доля Лёвин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытия, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя, полное жизни тела. И как бы по волшебству без мысли они, работа правильная, отчётливая, делала сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это делающее бессознательное движение, и думать, когда надо было откашивать кочку или невыполненный шавельник. Старик там, впереди шёл старик опытный, делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение, где пяткой, где концом косы, и подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И дело это, он всё рассматривал, наблюдал, что открывалось перед ним. То срывал кочёты, съедал его или угощал Довина, то отбрасывал носком косы ветку, то оградывался. Но это кто опытный шёл, кто в ритм быстро входил. Так вот, посмотрите, когда Лёве косил траву, когда он входил в ритм, когда происходило, ну мы уже понимаем, о чём речь идёт, синхронизация действий с текущим состоянием по частоте, по движению, когда совпадало, он чувствовал такую благодать. Вот это Лев Николаевич Толстой уже заметил и написал Ване Карениной. Так вот, у нас классическая есть синхрон гимнастика по методу ключ, куда мы добавляем там и вот косить траву, и кайзер Германии, Вильгельм. Посмотрите, как интересно. У него был нервный тик. У него был нервный тик, и он закупал большие леса, эти угодья, и рубил там деревья. Рубил, 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 рубил. Так у нас есть приём. Рубить дрова. Пожалуйста. Есть косить, есть рубить. То, что вам подходит. Вы подбираете, и когда вы... Вот к кайзеру Вильгельму подходило рубить дрова. Так если бы он знал, что можно не портить столько леса, чтобы избавиться от нервного тика, а можно просто у себя в усадьбе делать это движение, которое имитирует эту рубку дров, то у тебя бы такой же эффект получался. Но вот вопрос же в этом. Какая история должна была пройти в жизни от кайзера Германии до нас сегодняшних? Какая обработка всего этого материала у меня в голове, в частности, должна была пройти? Да. И участников школы Человек-большего хомофутурус, какая должна была пройти, чтобы подкинуть мне вот эти приёмы, обратить на это внимание. Я проанализировал и понял. И сказал, друзья, а можно добавить и рубить дрова, как Челентан нарубил, чтобы успокоиться? Это прекрасная режиссёрская находка в фильме «Украшение строптивого». Да, и подбирайте действия, добавляйте те, которые вам подходят. Это кому-то, может быть, плавание подходит. А кому-то трястись. А сам процесс подбора путём перебора развивает творческое состояние, развивает творческую личность, поисковую активность мозга, чтобы вы потом могли любые и другие вопросы решать лучше. И проще, и быстрее находить эффективные решения. Ну вот, друзья. Так что вы смотрите, как интересно. И вы сможете наблюдать теперь за различными ситуациями в жизни, за поведениями детей, людей, спортсменов. И находить повторяемые движения, когда человек в ритм ходит. Например, жвачку жуёт. Или пальцами стучит. Или ходит туда-сюда по комнате. Вы будете уже понимать, зачем он это делает. Потому что, когда он ходит в ритм, в соответствии со своим текущим состоянием, у него снимается лишнее напряжение, и он выходит. Выходит из этой скорлупы стресса. Выходит как бы над собой. А поскольку человек по природе творец, он с этой высшей точки смотрит на все эти конкретности бытовые. И не превращает в трагедию какую-то ситуацию. А живёт. Таким образом, мы выходим из стресса и начинаем пользоваться энергией стресса для решения наших нерешаемых вопросов. До встречи, друзья. Следующий ролик будет потрясающим. Потому что там я действительно вам приготовил изюминку на торте, как говорится. До встречи.